Мобильная разработка с точки зрения цифр. Я начинаю первую порывку как с огромным плакатом, с вопросом, люди дайте мне, пожалуйста, интересные истории, которые я могу рассказать. Дайте, в свою очередь, компании, которые в этом нуждаются. Потом Google об этом рассказывает на своих конференциях, и мне больше ничего не надо по-хорошему. Я доволен, потому что я свел людей, которые хотят рассказать об успехе с людьми, которые просто еще не научились об этом хорошо рассказывать. В результате появляется понимание, что вот есть ли они, которые связывают люди. И ко мне начинают приходить опять же представители из московского правительства, которые говорят, слушай, мы там как-то край муха слышали, что у тебя есть интакты в Google. Можешь ли ты нас познакомить с представителями в проекте Google карты? У нас есть проект, который предназначен для уничтожения пробок. Я говорю, слушайте, это моя мечта. Я хочу сделать так, чтобы в Москве никогда не было пробок. Я хочу делать это безпланно. Здесь мы ставим цель, да? Мы здесь уже знаем какие-то пункты. Мы в каком-то пункте у меня были с московским правительством, да, и обещаются к тебе, что ты, да, правильно? Мы в Москве, да, правильно? и поспевает. Я знаю, я сейчас другая все вспомню, но это, конечно, уже, как называется, много. А еще, да, такие времена выдавали, вот, например, на волшебной коррекции. Раньше невозможно было, наверное, незнакомым людям просто идти и не познакомиться. Я же себе съесть все это все, да? И эти вот, на самом деле, представить, сначала, да, как человек, которого я знаю, а ты знаешь, и это будет правильно. Похоже, это, это съемка. Только где-то называется правило лонгинского... Вы слушаете лондонского? Лондонского, да. Лондонского знакомства. И я это так себя пытаюсь назвать. Внутренний язык какой-то, который определяет какие-то правила. Если я могу, скажем, воспользоваться рекомендацией человека, с которым мы знакомы оба, то это работает на более сильное доверие. И я всегда пытаюсь найти такого человека. Потому что... объясню. Человек, который прибегает и говорит, любите меня, дружите со мной, вы весь такой хаос. Не сопоставим с человеком, о котором говорят. Вот, он человек, которого вы искали. Я рекомендую. У нас с ним есть история отношений. Прислушивайтесь, пожалуйста, к нему. У него есть интересные мысли. Отношения совершенно по-разному в этот момент к одному и тому же человеку. Поэтому правила, которые я рекомендую опять же использовать руководителю бизнеса, когда он начинает искать вот, посмотрите свою запускную кнопочку с точки зрения не прямой контакт, а кто меня может познакомить с этим человеком, и кто меня может представить. Зачастую это более долгий путь, но это более эффективный путь, да, знакомства и выстраивания отношений. Именно поэтому я всегда рад, когда ко мне обращаются люди. И, признаете, начинаются вопросы такого правильного порядка. Потому что у меня есть, конечно же, люди, с которыми я абсолютно уникально знаком. В тех же социальных сетях говорят, что, знаете, Леонид, мне очень-очень нужно, я не хочу поздравить человека с домашними, а дайте мне, пожалуйста, его домашний плюс. И вопрос к нему вашу коллегу. Как я могу дать такую выручную информацию? Если я не знаю, мы обращаем все нечего, что у них много с каких-то отношений, могу ли я дать такую информацию? Это вечная проблема. И я стараюсь... Здесь я, да, я себе? Я стараюсь поставить себя, опять же, на здоровье этого человека. Хочу ли я, чтобы в 3 часа ночи ко мне в шоку пришел кто-то. Сейчас еще раз новости, послушаем, пожалуйста. Новости. 16.45 в Москве. Здравствуйте. Материалы выпуска предоставлены агентством экономической информации Правиль. Правительство одобрило новую пенсионную реформулу. С 2015 года выплаты по стадости будут состоять из двух частей страховой и накопительной, а также фиксированной выплаты. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Она добавила, что новый механизм расчета пенсии прошел серьезное общественное обсуждение. Ключевым моментом доставленной формулы является то, что страховая часть будет формироваться не в абсолютных величинах, а в пенсионных коэффициентах, накопленных за всю трудовую деятельность. Они будут начислять ежегодно каждому работающему человеку, исходя из уровня заработной платы и уплаченных страховых взносов, плюс бонусов. Норильский Микер, готов купить и долю Сулеймана Керимова в Уралкаре, сообщает в Wall Street Journal со ссылками источники знакомые с ситуацией. Стоимость возможной сделки отзывается в 4 миллиарда долларов. Керимова на сегодняшний день приближает почти 22% акций компании. Как уточнил источник издания, доля Керимова может перейти на линкере уже в конце сентября. Старичные власти выставили в парке 40% акций киноцентра «Октябрь». Ее заявок начнут до 9 сентября и продвется до 25 октября. Официруем запланированной 14 января 2-й сухой на присутствии. Он отметил, что стартовая стоимость пакета акций составит почти 430 миллионов рублей. В киноцентре «Октябрь» расположены 11 залов на 3124 места, в том числе и местных ресторанов, кафе и барах, караоке, залы, различных зум, доступа в том числе в детские и мировые автоматы. Следующим из новостей кушают через 15. В общем, по службе информации. Следую очередь, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Заткли «Октябрь» предприятие, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе и в том числе. Исключит ежедневно. Продолжение следует... 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 И вот как раз эти люди помогут в очень мягких вопросах помочь, если вы просто озвучили за то, что вам нужно и зачем вам нужно помощь. Потому что за то время попытки начались людям производить свою жизнь, они имеют совершенно создать бизнес, и стать другими, и не среди совершенно другого, и в основном, быть хранителем для самого, неужели мы. Или у меня так не то не вспомните, пока я не мог, да, с самого people who died. Да, что это понятно, когда я получил интересный бизнес-то из совершенно удавальный. Мне подошло, снимать и пошли с темным поведствой и попросил меня на пенсию. Я человек, который я не так, так, я к сожалению, могу знать больше, потому что, а, по поводу меня нет, что оно поначалось… но он мне объяснил, что у него начинали выборность или весь пенсионный машина. Он не может даже ехать, но, к сожалению, нет денег, потому что там, ну, это так. И знаете что, я получил историю своих отношений на дороге. У меня трогали назад, была очень неприятная история. Сломался автомобиль настолько рвозный. Плохо, что я не знал, как его вообще сдвинуть с умерзшей точки. И ко мне подъехал водитель на Самаре, и 200 километров, после этого меня в попросе вез на кофе. Я с тех пор сказал себе, я не знаю, как я могла отблагодарить этого конкретного человека, но, к сожалению, не отменяюсь. Но в той ситуации, в которой я смогу помочь такому же человеку, я постараюсь отблагодарить. Это мое стремление теперь помогать первым. Это, мне кажется, тот самый классикарный, по которому, безусловно, я сейчас хотел сказать, очень менеджмент. Знаете, у меня была такая история, вот уже не единожды, когда я вижу, что люди заглохли, например, там, просто забыли где-то заправиться или что-то, я достаю свой бурсир, в общем, из багажника, это ещё и до ближайшей автозаправки, и иногда опаздываю на встречу, но я считаю, что они толстые. Наверное, на тоткий момент я даже, что, если можно вернуться чуть раньше, ну, я знаю, что, это нормальное качество, это же случайно, да, знакомство, оно ещё, совершенно неожиданно, да, помочь им сработать. Но в каждый конкретный момент, ты мотивируешь себя тем, да, вот я так попытаюсь смоделировать, либо я сейчас помогаю этому человеку именно потому что, а вдруг, когда-нибудь через какое-то время, да, и мне от него удастся что-то получить, либо я это делаю, так сказать, просто потому что, вот, я считаю, так делать надо. Вы знаете, я поклонник осознанности, это один из самых сильных ресурсов, которые должны быть у вас, вы должны понимать, зачем вы это делаете. Хотел бы я говорить, что любые вещи я делаю просто так, да, в своей жизни. Я не могу, это не правда, это не правда. Сейчас, как человек, который очень ценит конечность времени, как ресурсы, я понимаю, что мне, по большому счёту, осталось в среднестатистическом возрасте мужчины в России, который заканчивает жизнь в 66, мне осталось меньше, чем полжизни. Поэтому любой мой поступок, таким иначе, я соизмеряю с вот этим параметром, и понимание того, что я хочу получить от этой жизни, оно постоянно со мной. Это, с одной стороны, наверное, очень удобная штука для тех людей, которые хотят творить добро в старт, но для меня возьмёт творить добро более конкретное, которое связано с уровнем возможности увидеть результат. Понимаете, как человек, который когда-то себе сказал, я хочу видеть каждый вечер результат своей работы так, чтобы мне было за него не стыдно. И у меня была очень большая интересная ломка, когда я перешёл в категорию как раз из дизайнеров-руководителя, и когда я перестал видеть этот результат своих действий. Потому что ты, когда нарисовал красивый дизайн сайта, ты понимаешь, вот он. Когда ты каждый день общаешься с людьми, то ты задаёшься вопросом, а где же это? Но в нетворкинге ты это начинаешь чувствовать гораздо быстрее. Объясню почему. Мы в субботу провели оперативный тренинг по нетворкингу для промсвецбанка и уже в понедельник нам, вместе с моей помощницей Парлиной, три человека из нашей группы обучения написали, как они почувствовали результаты этого обучения и сказали спасибо. И вот это круто, это замечательно, это здорово. В этот момент ты понимаешь, что ты можешь сделать, ещё и ещё тебе хочется, и ты понимаешь, самый главный вопрос, для чего ты можешь. То есть опять, возвращение к твоих словам, это не добро в абстрактном смысле этого слова, да, что многие формулируют это так, не понимая о чём речь, да, абсолютно прикладная, что пусть ты засыпаешь. У каждого руководителя, который, опять же, достигает определённого уровня, есть какая-то картина идеального мира. Я не исключение. У меня это мир, в котором нет пробок, в котором люди понимают, что они зарабатывают деньги для того, чтобы проводить это время с семьей. Они повышают свой уровень мобильности путешествия не два, а два раза в год, а четыре. Прости, пожалуйста. Спасибо тебе огромное. Леонид Бугаев рассказывал сегодня о нетворкинге. Я надеюсь, было это очень интересно и доступно. Всего хорошего, успехов в бизнесе. Новости. 17 часов в Москве. Здравствуйте. В студии Евгений Шевчуков. МОЗГУРАЗБЕРКОМ Зарегистрировал Сергей Солянин из Принамена, Рад Москвы. Решение было принято в 16.00. За регистрацию проголосовали все члены комиссии, кроме представителя КПРФ. По итогам выборов 8 сентября Солянин набрал чуть более в 10.00. Редактор субтитров А.Семкин